Старый советский истребитель МиГ-21 и американский самолёт 5-го поколения F-22 Raptor сегодня стоят на противоположных концах спектра воздушных судов военной авиации. Оба самолёта в настоящее время находятся на вооружении. Советский МиГ является одним из самых старых и дешёвых в эксплуатации боевых самолётов, которые используются по сей день. На другом полюсе находится американский Раптор. Он представляет собой полную противоположность МиГу. Современный, тяжёлый и очень дорогой. Советский МиГ появился в далёком 1959 году, неоднократно подвергался модернизациям, а его производство было прекращено в Китае всего 8 лет назад. Что касается американского истребителя 5-го поколения F-22 Raptor, то эта машина попала в серийное производство в 2005 году и выпускалась всего 4 года. Первоначальный заказ американских военных на новейший самолёт был почти сразу же урезан на рекордные 75%. Виной всему стали огромные затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание новейшего истребителя 5-го поколения. Как подчёркивают авторы материала, в то же самое время очень небольшое количество глубоко модернизированных советских МиГ-21 и китайских J7G вполне можно было бы отнести к четвёртому поколению. Анализ возможностей как Raptor, так и МиГ-21 может дать представление об их сильно различающихся возможностях и тех ролях, для которых они лучше всего подходят в условиях современной войны. F-22 был разработан как усовершенствованная платформа для достижения превосходства в воздухе с учётом Европейского театра военных действий времён Холодной войны. Самолёт был построен в качестве ответа на советские разработки Су-27, преемниками которых являются нынешние российские Су-35 и китайские J-11D. По мнению американских военных аналитиков, F-22 — единственный американский истребитель, на который можно положиться, чтобы противостоять в воздухе российскому Су-35. Другие американские самолёты, такие как F-15 и F-16, слишком стары, а новейший F-35 плохо подходит для завоевания превосходства в воздухе. Таким образом, Raptor является ключевым американским истребителем в борьбе с элитой вражеских ВВС. Однако чистая боевая мощь F-22 имеет очень высокую цену. Самолёт не только стоит десятки миллионов долларов, его чрезвычайно точные системы требуют высококвалифицированного и очень дорогого обслуживания. Публикация американской прессы утверждается, что на сегодняшний день Raptor — это самый боеспособный истребитель ВВС США, однако он требует наибольшего времени на техническое обслуживание на час полёта. Если американский самолёт можно сравнить со Скальпелем, то его противоположность — старый советский МиГ-21 — можно назвать кувалдой. До сих пор этот старый самолёт третьего поколения чрезвычайно надёжен и неприхотлив. Он может совершать несколько вылетов в день с минимальным обслуживанием, что резко контрастирует с Raptor. Если для F-22 требуется беженое ангарное хранение и полный спектр аэродромной инфраструктуры, то по сравнению с ним для устаревшего МиГа не требуется почти ничего. Конечно, по боевым возможностям сравнивать эти самолёты крайне некорректно, однако старый и дешёвый МиГ однозначно превосходит современный F-22 по надёжности и интенсивности налёта. Говоря простым языком, в современной войне старый советский самолёт за один и тот же промежуток времени сможет выполнить гораздо больше самолётов-вылетов и доставить к целям гораздо больше боеприпасов, чем современный американский F-22 Raptor. Автор отмечает, что преимущество МиГ-21 можно увидеть сегодня на службе ВВС Сирии. Надёжная платформа с низким уровнем обслуживания оказалась гораздо более полезным активом, чем более сложный и совершенный МиГ-23 и МиГ-25. На протяжении всего сирийского конфликта этот истребитель использовался для нескольких вылетов в день, сбрасывая боеприпасы на вражеские позиции. В военное время этот неприхотливый самолёт становится эффективнее, чем дорогая, сверхсовременная и высокотехнологичная техника. В завершении авторы публикации указывают на то, что списывать со счетов такие истребители, как МиГ-21, пока рано. Подводя итог своего анализа, военные обозреватели высказывают мнение, что F-22 — это лучший истребитель современности, но его сумасшедшая цена, вопросы обслуживания и долговечности вполне могут сделать старые, но надёжные и крепкие истребители вроде МиГ-21 более эффективными в случае затяжной войны.